Добрый день, дорогие зрители канала Домашний Ачаев с Мариной. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И очень часто я говорю вам такие слова, что если у вас сегодня что-то болит, подумайте о том, что вы сделали вчера для того, чтобы не болели сегодня. Очень много видео по тематике самоисцеления у меня на моём канале. И сегодня мы поговорим тоже о том, как вы можете себе помочь при заболевании. В поджелудочной железе основная роль этого органа, конечно же, это производство ферментов и гормонов. И вместе с панкреатическим соком ферменты попадают в 12-перстную кишку, где принимают участие в процессах дальнейшего переваривания пищи. Консультация врача обязательно. А сегодня я хочу вам рассказать о признаках и помощи себе параллельно медицинским препаратам с помощью народной медицины, фитотерапии. Вы должны обратить внимание, если у вас появились боли в области эпигастрия, которая имеет тенденцию к нарастанию. Боль может носить опоясывающий характер и отдавать в область поясницы, левую лопатку, позвоночник. Это ощущение повышенной кожной чувствительности. И нередко патологии поджелудочной железы путаются с тахондрозом позвоночника, мочекаменной болезнью, с заболеваниями сердца, холециститом и даже с аппендицитом. И вот наряду с болезненностью присоединяются первые признаки недостаточной секретной активности поджелудочной. Это так называемый жирный стол, который плохо смывается с поверхности унитаза, увеличение количества жиров кали, нарушается основная функция липаза, расщепление жиров в присутствии компонентов желчи, кашеобразный обильный стол 4-5 раз в день, и часто каловые массы могут приобретать серый цвет, вздутие живота, колики, тошнота, тяжесть в животе, особенно после приема жирной и копченой пищи, и похудение, которое происходит вследствие плохого усвоения питательных веществ, уже связан непосредственно с проблемами поджелудочной желези, а аппетит может быть сохранен на начальных этапах. А если уже возникает острое воспаление панкреатит, болевой синдром выражен особенно остро, пациент не может лежать на левом боку, принимает вынужденное положение сидя. При остром панкреатите назначаются голодные дни, прикладывание холодного пузыря со льдом на область живота, и для оккупирования обычно показаны спазмолитические обезболивающие средства. Назначаются ферментивные препараты, не содержащие компонентов желчи. Я хочу обратить внимание на народную медицину, и первое, что вы можете себе помочь, это использовать льняное семя, и как профилактический, и как для снятия воспалительного процесса. Это рецепт с мгновенным действием для поджелудочной железы. И когда поджелудочная дает нам сбой, это действительно очень серьезный и болевой синдром. Обратите внимание на льняное семя. Это эликсир здоровья для нашей поджелудочной железы. Завариваем просто в половине стакана крутого кипятка одну столовую ложечку льняного семени. Ставим их на огонь, накрываем крышкой, и томим на маленьком огне около пяти минут. Снимаем с огня и настаиваем. И когда отвар уже остывает, мы выпиваем эту дозу перед едой за полчаса. Этот отвар будет похож на кисель. И вот вся шелуха, которая остается от льняного семени, ее также вы выпиваете. Она разваренная уже, настоенная. И она тоже содержит очень полезные макро- и микроэлементы для вашего здоровья. Уже после первого раза вы почувствуете облегчение. И если поджелудочные боли замучили приступами, выпивайте такой отвар 2-3 раза в день. Конечно, готовьте сразу за один раз, просто в большем количестве. И вы получите очень быстрое исцеление и освобождение от таких болевых приступов. Следующий мой рецепт, как профилактика и помощь при воспалении поджелудочной желези, это использование гидрокарбонатных минеральных вод без газа. В теплом виде 50-100 грамм утром натощак. И можно на ночь. Очень хорошо. Тоже помогает, восстанавливает. Но я использую обычную пищевую соду, дорогие друзья. Вы знаете плейлист о соде. Посмотрите по приоритету заболевания. В минимальных количествах. Это четверть чайной ложечки. Заливаю стаканом кипятка, остывает. И вот такую легкую щелочную воду я принимаю утром натощак. Очень хорошо для всего желудочно-кишечного тракта, для диабетиков при воспалении панкреатита. И сейчас я вам хочу перечислить несколько трав, которые тоже помогают при этих заболеваниях. Первое я хочу обратить внимание на такой знакомый цикорий. Трава и корни этого растения, они вообще помогают при расстройстве желудочно-кишечного тракта. И хорошо помогают при воспалении поджелудочной. Почему? Потому что голод однозначно нужен при уже обострении панкреатита. Но когда вы легко выходите из голодания, безусловно, хочется что-то покушать, что-то выпить. И вот цикорий будет очень благоприятен. Конечно, прием жирной, копченой, соленой такой пищи, жареной категорически запрещен. Цикорий вы можете купить готовый в магазине и не концентрированный. Буквально одну чайную ложечку заливаете стаканом кипятка, поставьте на огонь и прокипятите 5 минут. Пусть остынет, и уже потом охлажденный напиток пейте. И это заменяет не только кофе, но и помогает вам восстанавливаться. Следующая трава, я бы сказала, она занимает второе место по исцелению желудочно-кишечного тракта, но панкреатита особенно. Это подорожник. Он устраняет боли, воспаление, нормализует обменные процессы, оказывает и противомикробный, и заживляющий, и спазмолитический эффект. Дорогие друзья, на основе растений можно готовить и настои, принимать их как чай, а можно добавлять и в лекарственные сборы. Традиционная ромашка, традиционная мята и календула являются как противовоспалительными и спазмолитическими свойствами. Также они являются мощными антиоксидантами. Они выводят токсины из организма, которые организм вырабатывает как защиту от болезней. Это тоже очень хорошо. Эти травы защищают слизистую желудка от агрессивного воздействия и лекарств, которые вы можете принимать параллельно, и, безусловно, от токсина. Хочу обратить внимание на траву, которая обладает серьезным противовоспалительным эффектом. Это тысячелистник. Очень хорошо использовать при проблемах с панкреатитом. Зверобой. Обратите внимание на пустырник, который вы используете в качестве сердечного средства. Но настойка пустырника или просто трава пустырника прекрасно помогает при снятии приступов боли при панкреатите. Тысячелистник, ромашка, календула. Все это вы можете смешивать. И по 1-2 столовые ложки все смешайте. Потом возьмите ингредиент смешанный. 1 столовую ложку залейте пол-литром кипятка. Можно поставить на паровую баню на 15-20 минут. И пусть оно томится очень хорошо. Можно принимать до 5 раз таких настоев по 100 грамм за 25-30 минут до еды. Это будет очень важно. Обратите внимание на бессмертник. Очень хорошо. Полынь горькая, но ее в каплях. Если у вас настойка есть, не более 5 капель. Пижма, все горькие травы очень хорошо работают на желудочно-кишечный тракт. Но особенно для поджелудочной. Этих трав будет достаточно, чтобы нормализовать функционирование поджелудочной железы. Но чтобы лечение травами было максимально эффективным, вы обязательно должны соблюдать строгую диету. Отказаться от вредных привычек. И, конечно же, поджелудочная железа. Я всегда ставлю знак равенства. Это наши, ваши нервы. Гармонизируйте себя, успокаивайте себя. Травы, которые обладают мягким седативным эффектом, тоже будут вам полезны. На моем канале плейлист о травах и другие полезные плейлисты по определенной тематике вам в помощь. Это как библиотека знаний. И помните, если у вас болит что-то сегодня, что вы сделали вчера, чтобы не болеть сегодня. Если видео было полезным вам, поставьте лайк. Поделитесь в соцсетях. Я буду благодарна. Подписывайтесь и не пропускайте новые видео.